Девушки отдыхают И одну из таких я и хочу вам сегодня представить С вами Крюгэ ТВ, М13 и Нагиб всей Песочницы Потому как этот агрегат расположен на боевом рейтинге 1.3 и обладает двумя крупнокалиберными браунингами С боезапасом в 400 патронов и это действительно круто Их пробитие вполне позволяет бороться с танками и с большинством противников проблем не возникает Пожалуй самые большие сложности возникают с бронированными противниками Это по типу чешских танков ПЦ-38 или 35Т, уж не помню кто там с нами попадает И есть еще такой тип противников как Т-60, их мы тоже ненавидим Потому как снаряды из нормальных орудий зачастую пролетают сквозь броню А вот всякие зенитки или Т-60 со своими пушками будут нас аннигилировать просто в момент Ну и разумеется мы довольно эффективны против самолетов даже в танковом сетапе Короче что ни говори, а у М113 одни плюсы Но давайте обо всем по порядку Главная огневая мощь нашего танка, вернее нашей бронемашины Это два крупнокалиберных браунинга, как я и сказал Их скорострельность позволяет аннигилировать противников на ближней дистанции А пробитие вполне позволяет их пробивать, но только на ближней дистанции на той же самой Ибо пробитие в упор 28 миллиметров, а вот уже на 500 метрах 21 А там уже дальше вообще можете даже не пытаться Пожалуй единственные противники, которых вы будете пробивать на дистанции более полукилометра Это всякие зенитки, панцир-ягеры и возможно еще А-13 крейсерские У которых брони тоже нет абсолютно нет какого слова Там просто эпичнейший картон Собственно со всеми остальными противниками будут проблемы А, кстати говоря, чуть не забыл Иногда мы натыкаемся на панциров третьих и от таких лучше тоже давать драпу Мы не можем их нормально пробить, поэтому лучше уезжать Тем более, что динамика нам вполне позволяет Машина полуколесная, полугусеничная Все вполне нормально как с маневренностью, так и с разгоном и с максимальной скоростью Я бы не сказал, что мы прямо летаем по полю боя, но вполне себе бодро едем Что же касается режимов боев, то здесь все однозначно, по крайней мере для меня В аркаде очень сложно, потому как все тебя видят и все норовят сразу же убить Знают о том, что ты опасен, а убиваешься ну буквально с полтычка В РБ же все гораздо веселее, там гораздо проще подойти на дистанцию выстрела Которая нужна вам к противнику и уже там напихать ему по самой гланды Так что пользуйтесь вашей маневренностью, скоростью и разумеется двумя пулеметами Кстати, что касается бронирования, оно отсутствует, как я и говорил И составляет всего лишь какие-то жалкие миллиметры Иногда каморные снаряды просто не взводятся и пролетают насквозь, что может спасти вам жизнь Однако знайте, экипажа у нас всего три человека, так что ничего хорошего от попадания в вас все равно не случится Если хотите выезжать, кстати, то выезжайте с задницей Потому как два члена экипажа, как вы видите, сидят впереди Один рулит, а другой сидит и дает ему советы, как мне мама, когда я управляю автомобилем Эту парочку убивают одним выстрелом, если неудачно подставитесь Выезжая задом, вы в принципе ничем не рискуете, кроме своего наводчика Но его-то еще можно заменить, так что не парьтесь и выезжайте задом Так будет правильнее Единственное, что, конечно, придется привыкать Да и кстати, машина довольно большая, длинная и заметная Так что кусты подбирайте аккуратно Да и вообще, самое идеальное, это война не на дальних дистанциях и не в полях А война в каком-нибудь городе Выехали, развалили кабины, как в начале видео Два-три танка забрали, закатились за угол, уехали, куда глаза глядят С другой стороны, выехали на неожидающих ничего противников и добили, потому как они просто не смогут сориентироваться Пока они разворачивают башню, особенно это, кстати, касается РБ, вы всадите в них столько пуль, что, пожалуй, никому не позавидуешь Вот и все На этом машина буквально познана Так что, как играть, надеюсь, вопросов тоже не должно появиться Врываться И еще раз врываться Да, кстати, с одной стороны, конечно, врываться может быть опасно Но никто и не обещал вам легкой жизни И что касается, кстати, самолетов Разумеется, раз мы выбираем ленту по бронебойным целям То с самолетами будет немного сложно Но все равно Самолеты, если видите, то пытайтесь сбивать Два крупнокалиберных браунинга, даже снаряженные бронебойными снарядами Вполне себе могут очень сильно напортить вражеским самолетам Обшивочку, да и вообще пилота убить, например Такое, кстати, гораздо лучше прокатывает Единственный, пожалуй, минус, который удалось выявить, который реально мешает играть Это углы склонения орудия Никто же не думал, что вы специально будете воевать с танками Так что будьте аккуратнее с холмиками И стрелять за них у вас, скорее всего, не получится Ну а с вами был Крюга ТВ Надеюсь, видео вам понравилось Такой экспресс-обзор И всем спасибо за просмотр Всем пока Пока